Друзья, я приветствую всех на канале Садовый Гид. С вами я, ваша Лариса Зарубина. Сегодня у нас очень ответственный ролик. Мы готовимся к ранней весенней обработке сада. Ранней весенней обработка это залог хорошего урожая и здоровых плодов и здорового сада. Поэтому от того, как мы рано-рано весной с вами сработаем, будет зависеть, конечно же, результат. Какими препаратами обработать? Сегодня пробегусь по основным препаратам, которые вы мне задавали вопросы. Не буду, конечно, все, что есть в наличии на рынке, но по основным обязательно отмечу. И сразу хочу сказать, что я рассказывать про них буду не свои домыслы и не свои выводы. Я напрямую обратилась к производителям. Вот у меня две распечатки. По препарату серебромедин, потому что по него очень много мне задавали вопросов, стоит, не стоит, как он работает. Инструкции вот на обратной стороне очень мало написано про этот препарат. И в интернете тоже про него мало информации. Поэтому, недолго думая, я обратилась непременно прям-таки непосредственно прям напрямую к производителю. Ответ дали расширенный, ну очень расширенный. Дальше препарат 30+. По нему мы тоже очень долго ввели переписку в комментариях. По срокам ожиданий все. Сравнивали с профилактином. Вот здесь сегодня я и про профилактин, и про препарат 30+. Все вам расскажу и доложусь. Ну что ж, приступим. Начну с традиционной, потому что тоже вопрос задавали. Можно ли обработать сад ранно-весной мочевиной и медным купоросом, и железным купоросом. Друзья мои, вот сейчас на этом, как разводить, как применять, какой процентный состав, для каких растений останавливается, даже время ваше тратить не буду. На канале есть, ну очень подробный ролик, как разводить, какие растения обрабатывать, в какой концентрации. По железному, по медному купоросу и по бордовской смеси. Ссылка вот здесь. Кто не видел, кто хочет информацию получить, пожалуйста, посмотрите. Что вы еще раз говорю, не дублировать, еще раз время ваше не тратить. Ранне-весеннюю обработка сада. Медный купорос, медный купорос, не бордовская смесь, медный купорос и мочевина. Можно ли использовать? Этот вопрос без конца сквозит в комментариях. Можно. Используйте, пожалуйста. Можно делать эту, скажем так, гремучую смесь. Мы смешиваем в пропорции. Берем 50 грамм медного купороса и 700 грамм мочевины. Медный купорос отдельно разводим в горячей воде, мочевину отдельно. Потом все смешиваем. Это все на 10 литров воды. То есть вот общий объем должен составлять 10 литров. Не так, чтобы вот вы развели и все это в 10 литров вывели. Нет. Общий объем должен составлять 10 литров воды. Так. Это по медному и по мочевине. Медный купорос и мочевина. Друзья мои, смесь, конечно, используется в наших садах. Гремучая смесь. Ну, она кислая. Сильно кислая. В этом, наверное, ее и прелесть, и минус. Ну, хочу так сказать, что это смесь, наверное, 17 века. То есть на сегодняшний день есть уже более продвинутые препараты. Но я точно знаю, что многие садоводы-огородники ни в какую, только вот эту гремучую смесь доверяют ей, используют и применяют каждый год. Поэтому, если вы ее используете, пожалуйста, только вот эту уже концентрацию, землю не обрабатывайте. Только дерево и крону. Причем, вот знаете, еще плюс, что вот эта смесь, особенно мочевины, вот раннее весеннее, чем хорошо? Можно, кстати, просто одной даже мочевины, концентрированный раствор взять, вот этот килограмм или 700 грамм, то есть вот такую сильную концентрацию сделать и обработать дерево. Чем хорошо? Возвратные зарморки, ранней весной. Очень частое явление. И если вот вовремя обработать, то мы можем чуть отодвинуть цветение. Тем самым убережем косточковые деревья и семечковые. Но помните о том, что все-таки это раствор очень высокой концентрации. Поэтому обрабатываем только до распускания листьев. Только вот чуть почки набухли, еще можно. Ну, и еще можно чуть-чуть, когда вот только зеленый мысик образовался. Дальше уже не надо. Это опасно. Просто пожжечь всю листву, которая там еще в молодом варианте появляется. Очень с этим аккуратно. Хвойные деревья этим раствором не обрабатываем. Такой вопрос мне тоже задавали. Можно ли железный купорос или медный купорос вот в такой концентрации по хвойным деревьям? Ни в коем случае. Только 1% раствор или же железного купороса, или же медного купороса. Не больше, иначе мы просто все сожжем. Еще важный момент. Если вы осенью обрабатывали бордосской смесью или медным купоросом, тогда весной лучше железным купоросом. Но вообще лучше считается классика жанра, когда осенью железный купорос, а весной мы раннее весеннее делаем медным купоросом или бордосской смесью. Все. Это по самым распространенному, самому часто использованному у населения обработке. Можно вообще делать просто баковые смеси на основе медисодержащих препаратов и им обрабатывать. Можно смешивать от болезней и вредителей. Но по баковым смесям я сейчас тоже останавливаться не буду. У нас есть классический, наверное, такой самый распространенный баковый смесь, который работает весь сезон и хорошо и прекрасно защищает от многих болезней. И от вредителей это октара плюс скор. Пожалуйста, вот можно тоже ей обрабатывать. Но там смотрите температуру. Если мы медным купоросом и железным купоросом уже при температуре плюс 3, плюс 4 градуса уже смело обрабатываем, там чуть-чуть повыше. Так, все. Это по препаратам. Теперь перехожу к основным препаратам, по которым вы задавали вопрос. Начну с препарата 30+. Распасовка бывает в двух видах. В больших банках таких пластмассовых и вот в таких мягких пакетах. Дозировка вот здесь. 500 миллилитров написано. Вот этот расчет идет на 10 литров воды. Вот этот пакет растворяем и опрыскиваем. Больше всего нравится, что он не забивает опрыскивать. Друзья мои, согласитесь, это правда важно. Особенно весной, когда обрыскиваешь, и еще и еще засоряется. Это ужасно раздражает. Не засоряется. А больше всего мне нравится состав. Вазелиновое масло. И все. Вы мне скажете, как же он тогда вредителей вбивает? Очень просто. Сад спит. Деревья спят. Мне вот этот вопрос тоже задавался. Как же он работает? Смотрите, мы опрыскиваем деревья. Вазелиновое масло проникает фактически в каждую щелочку, в кору, в трещинки. Все. Покрывает полностью дерево. Все, кто зимует или еще вдруг уже проснулись, все они тоже попадают под эту масляное опрыскивание. Получается, создается своего рода такая пленка. В результате вредитель гибнет, еще не успев проснуться. Он просто задыхается. Первая партия вредителей умирает уже на четвертый, пятый, шестой день. Что мне еще нравится? Работает не только по тем, которые проснулись и пошли уже, а на тищу, которые спят, и даже яйца. Растворяет хитиновый слой. Все. Особенно мне нравится, что он еще убивает щитовок. Вот кто мне писал? Мучаемся. Никак не можем справиться с щитовками. Щитовки первого и второго поколения. Вот, пожалуйста, панацеи. Побрызгали. Все. Удушье наступает сразу же. Чем еще хорошо? Смешивать можно его фактически со всеми препаратами от вредителей и от болезней. Кроме препаратов на основе серы. Вот здесь прям нам, производитель, вот он мне, я задала вопрос, какие препараты нельзя смешивать? Он мне пишет, только серы. Все. Все остальные. Смотрите, что получается. Когда мы начинаем обработывать с другими препаратами, наносим на поверхность, создается пленка. Внутри вот этой пленки тот самый препарат, который мы смешали. Соединяются они хорошо и прекрасно, никаких осадков не выпадает. И вот за счет вот этой пленки не происходит испарение препарата. То есть он гораздо дольше работает. Вся влага, которая выпадает, дождили, или же вдруг вы полили, или еще что-то, вот по этой масляной основе великолепно стекается. Тем самым срок действия препарата увеличивается на несколько дней. Согласитесь, друзья мои, это вообще шикарно. Особенно хорошо. Вот смотрите, вы боретесь с сорняками. Ну, никак у вас не получается. Пожалуйста, смешивайте и по сорнякам. За счет пленки ваши гербициды будут работать в тысячу раз лучше. То есть борьба с вашими сорняками будет гораздо эффективнее. Самое главное, что еще очень важно, масляная основа. Листики, которые пушистые, ну вот как у фиалки, вот они пушистенькие, не смывается он с них тоже. Держится хорошо. И хорошо держится на тех листях, которые еще и глянцевые. Тоже препарат не смывается. Поэтому соединяем смело, обрабатываем и, в общем-то, наслаждаемся результатом. Что мы можем обрабатывать весной в саду? Все, все без исключения кустарники, деревья, абсолютно все. Декоративные кустарники мы можем, если вот щитовка у вас случилась летом. Декоративные кустарники мы можем и летом обрабатывать. То есть, пожалуйста, уничтожает. Здесь вредители, вот производитель пишет, я даже их перечислять не буду. Здесь их почти, наверное, все, вот те, которые в саду летуют, они все тут есть. Для пчел класс опасности номер один. Друзья мои, поэтому и ранневесенняя обработка, то есть еще до вылета пчел. Ну им еще нечего лететь, еще все спит. Поэтому, если летом вы обрабатываете декоративные кустарники, пчелок тогда закрываем. Класс опасности для них один. Это очень высокая опасность для пчелок. Для нас нет. Для нас абсолютно безопасный. Самое главное, что мне еще больше нравится. Срок ожидания. Потому что препарат по опасности мы определяем всегда по срокам ожидания. Здесь срок ожидания нет. Препарат начинает работать при температуре плюс 4 градуса. Ну, в принципе, как и все, как и бордовская смесь. То есть, уже плюсовая температура, плюс 3, плюс 4 градуса, уже можно смело начинать обработку. Препарат на листьях не смывается, я уже вам сказала. То есть, вазелиновое масло хорошо держится и достаточно долго эффективно работает. Мне такой вопрос задавали. А как же вот насекомые задыхаются, а дерево не задохнется? Ведь оно же подмасленное тоже это. Друзья мои, дерево еще спит. Вегетация не началась, поэтому не переживайте. К моменту, когда начнется активная вегетация, все уже это смоется. И под солнечными лучами масло немножко растворится, и дождями все это аккуратно смоется. В почве не накапливается, никаких тактичных веществ не содержит. Ну, вазелиновое масло. Производитель. Это наш продукт. Город Краснодар. ООО, НПФ, СОБЕР. Все. Это по препарату 30+. Следующий препарат, который мне тоже задали вопрос. Препарат называется профилактин. Производитель фирмы Август. Вот, чтобы уже не забывать, производителя буду сразу называть. Фирма Август. Чем препарат хорош? В принципе, вот если их взять, то по температурному воздействию, по срокам, то есть начало, когда мы можем обрабатывать сад, это тоже температура плюс 4 градуса. Все то же самое. Всех тех же самых вредителей. Все те же самые мы можем объекты обрабатывать. То есть по препаратам, они вот если их сравнивать, они по действию одинаковые. И в том и в другом препарате содержится масляная основа. Но профилактин составит карбофос. Все, друзья мои. Карбофос это уже химия. Поэтому, да, конечно, работает он эффективнее. Ну, карбофос, сами знаете. Срок воздержания от карбофоса, вот если перевернуть инструкцию, для каждого дерева, там, смородина, абрикосы, персики, там, вишни, сливы. Сроки ожидания разные. Минимальный срок в ожидании 30 дней. Пожалуйста. То есть профилактин это тоже рабочий вариант. Но если сравнивать два препарата, профилактин и 30+, ценовой ряд у них разный. Профилактин гораздо дороже. Сколько не буду называть, потому что в каждых городах может быть разный ценовой ряд. Но вот здесь цена более доступная, конечно, даже однозначно. Так, чем еще хорош профилактин? Борется с насекомыми, плюс оказывает еще и профилактическое действие. Срок защиты препарата профилактина 30 дней. Минусы препарата. Флакон нельзя держать открытым, то есть открыли и использовали. Дальше. У профилактина разная тоже расфасовка есть. Ну, в основном, вот я видела только в больших пластмассовых таких бутылках, банках. Дальше что? Класс опасности, конечно, для человека третий. Ну, как карбофос. Для пчел тоже опасен, несовместим ни с какими другими препаратами, то есть только один профилактин. Профилактин вызывает привыкание, поэтому его использовать только один раз за сезон. Следующий препарат. Серебромедин. Производитель Биокомплекс. Город Москва. По этому препарату я уже сказала в начале ролика, что про него очень мало информации. Но препарат уникальный. И вы мне задавали вопрос, так ли он хорош. Друзья мои, вопросы, которые вы мне задали на почту, вот я их все записала, производителю адресовала. Он таки мне, вот смотрите, прям по пункту ответил на все мои вопросы. Сейчас я их прям все освещу. Но прежде чем понять, что это за препарат, вы должны четко себе уяснить в голове. Это препарат, в котором содержатся наночастицы. Но вот для большинства людей, которые приходят в магазин, прочитали, что такое наночастица. Да бог ее знает, я не физик и не химик, я не знаю, что такое наночастица. И кладут его, препарат этот, на полку. А ведь это действительно уникальный препарат. В чем вот прелесть его? Наночастица. Вот основной понять, что такое наночастица. На примере сахара. Попробую вам объяснить на простом русском языке, как я понимаю, что такое наночастица. Смотрите, вот ложка чайной у меня сахара. Вес ложки одинаковый. Я ее высыпаю в стакан. Посмотрите, сколько она будет растворяться. А если я эту же ложку, этого же сахара, только доведу до состояния пыли. Ну пудры фактически. Вот, посмотрите, я ее кидаю в раствор. Все. Все, она уже растворилась. Если я ее сейчас перемешаю, то от нее ничего не останется. Останется только вот взвесь. И все. Сахар, вот он. Видите? Вот я мешаю. Ее еще надо долго мешать для того, чтобы он растворился. Пудра, это уже все. Единственное, она только что у меня свернулась. Но она уже, наверное, просто древняя у меня. Вот представьте, друзья мои, что вот это и есть наночастицы. Вот сахарная пудра, это и есть наночастицы. Но только настоящие наночастицы в несколько-несколько раз еще меньше. И вот представьте, при одинаковом весе вещества площадь поверхности, то есть, ну они же мелкие, у наночастиц гораздо-гораздо больше. Из чего они, вот сделаем вывод, что они работают быстрее, разлагаются быстрее, взаимодействуют с веществами быстрее. Во многого-много раз, соответственно, и эффекта больше. Поэтому вот этот основной принцип вот здесь и заложен. Наночастицы. А наночастицы здесь содержатся серебра и меди. Вот в этом и уникальность. Но то, что медь это вещество, которое сражается со всеми болезнями, я, наверное, для вас Америку-то не раскрою. Мы используем медь-то часто в своем огороде. Но благодаря наночастицам, я уже вам сказала, быстрее это все работает, качественнее, разлагается быстрее. Соответственно, для нас, людей, это безопасное вещество. Серебро, ну серебро-бактерицидка мощная. Мы даже сами иногда делаем серебряную воду, пьем для того, чтобы как-то обеззаразить свой организм. Серебро и медь. Вот два уникальных препарата. Вот на этом и основан основное действие препарата. С чем борется? Здесь перечень большой. И парша, и мучнистая роса, и фитофтороз. То есть, ну вот все те самые коварные заболевания, которые у нас в саду есть. Так, теперь при каких температурах можно использовать препарат? Я задала вопрос прямо-таки производителю. Он мне отвечает, что коли это раствор, мы же его растворяем в воде, соответственно, при температуре рекомендовано начинать от 15 градусов. То есть, чем ниже температура, тем хуже испаряется вода. В составе же вода, раствор же делаем. Поэтому рекомендованные температуры ближе к 15 градусам. Ну, 13, 14, даже 12 градусов уже можно использовать этот препарат. Что мы можем обрабатывать? Здесь написано так, что можно обрабатывать абсолютно все растения. Задавала по розам, потому что мучнистые росают розы и смородина. Производитель ответил, можно на всех стадиях развития растения. На всех. Следующий вопрос, который я задала производителю, это срок ожидания препарата. То есть, сколько после обработки препарата нельзя употреблять в пищу? Нет, друзья мои, срок ожидания препарата. Сказали так, обработали. Если надо покушать, просто помойте. Как начинает быстро работать препарат? То есть, через сколько мы видим эффект от препарата? В течение часа уже начинает работать препарат. Шустрые же, нано же частицы. Работает мгновенно. То есть, в течение часа видим результат. Через неделю уже мы видим конечный результат. То есть, представляете? То есть, если у вас растение болело, уже через неделю вы видите результат. Ну, конечно, друзья мои, не надо допускать, когда уже все растение фактически на стадии гибели. Вы брызгаете серебром едином и говорите, что-то мне не очень помогает. Все-таки, лучше, конечно, не доводить до такого вот уже конечного результата. Начинайте с профилактических обработок. Препарат можно использовать, как я уже сказала, на всех стадиях развития растений. Так, следующий вопрос. Можно ли применять во время плодоношения? Я задала вопрос. Можно, как я уже сказала. Можно, так как у него нет... Это не токсичный препарат. В плодах не накапливается, в растениях не задерживается. Можно ли совмещать серебром един с другими химическими или биопрепаратами? Ответ однозначный. Нет, нельзя. Почему? Наночастицы очень быстрые. И скорость взаимодействия с другими веществами не гораздо быстрее, чем у обычных препаратов. И могут получиться вообще химические реакции такие, которые, ну, изменят тот самый раствор, который вы сделали. Поэтому только серебром един отдельно сам по себе. Ни с кем больше не смешиваем. И вопрос еще тоже задавался такой. Можно ли хранить вот этот готовый раствор, который мы развели в воде? Нет, нельзя. В течение трех часов мы должны его использовать. Дело в том, что в воде содержится кислород и соли. Здесь наночастицы, опять тоже по такому же принципу, слишком быстро взаимодействуют с солями. И кислородом в воде могут получиться вообще другие соединения. Поэтому не храним, развели, обработали. Три часа нам вот производитель дает на реализацию готового раствора. Так, еще вопрос такой меня интересовал. Как быстро препарат разлагается в почве? И все-таки же медь в составе, вот этот вопрос меня тоже беспокоил. В течение недели разлагается очень-очень быстро. Разлагается на те вещества, которые идут в питание растениям. Друзья мои, ну я для вас, наверное, Америку-то не открою. Дело в том, что вот любое, возьмите удобрение, в нем всегда содержится, может содержаться и серебро, и медь. Это те вещества, которые всегда у нас есть в почве. Поэтому здесь он разлагается мгновенно на составляющие безопасной для человека почвы и для растений. Какова концентрация меди в одном литре раствора, если вот мы обработаем, к примеру, один квадратный метр почвы? Друзья мои, вот сейчас даже голову вам не буду забивать этим расчетом. Вот смотрите, производитель мне тут все расписал, чисто математически. Кому интересно, я сделаю скриншот и пришлю вам персонально для вас. Но могу сказать так, что при обработке одним литром почвы, один квадратный метр, концентрация меди в почве в 45 раз ниже предельно допустимой нормы. То есть для нас это вообще, ну, пшик. Из чего делаем вывод? Используем. Не бойтесь. Используйтесь. Препарат надежный, самое главное, шустрый. Ну, наночастицы же бегают прям быстро и шустро. Поэтому используем, с болезнями боремся. И самое главное, что для нас он безопасный. Для растений безопасный. Нигде в частях растений не накапливается, в плодах не накапливается. То есть, в принципе, я считаю, что это прорыв. Ну, наночастицы это последнее достижение, скажем так. Все, друзья мои, я с вами прощаюсь. До новых встреч на канале Садовый Гид. Пишите мне в комментариях, рассказывайте, задавайте вопросы. Я постараюсь на все вопросы вас ответить. Но что не смогу, значит обращусь к производителям. До новых встреч!